Приветствую, Выжившим, и сегодня мы будем играть в Уртук, Опустошение. Игра довольно необычная и в какой-то степени напомнила мне Даркнесс Данже. Ну, знаете, они обе мрачные, и, по правде говоря, я её сразу приметил, как только она вышла. Тут есть довольно интересные механики с поломкой брони, отталкиванием, да и вообще, разная прокачка, разные юниты, а что ещё нам нужно для счастья? Поэтому я предлагаю попробовать и посмотреть на неё. И, пожалуй, первое, что хочется отметить, это довольно большое количество фракций. Смотри, у нас тут есть и болотники, отвергнутые вампиры, опоротни, чудовища, и ещё какая-то секретная фракция, которая пока что у нас закрыта. Но как только мы пройдём кампанию, как минимум на сложности приключений она у нас разблокируется. Так что давай соберём свой отряд. Я думаю, первым бойцом у нас будет пехотинец, ведь у него есть навык таран. А это позволит, ну, бежать к противнику и уже сталкивать его куда-то, ну, например, в яму. Что ж, а вторым бойцом у нас, наверное, будет страж, кровопускатель, охотник. Так, наверное, мы возьмём вот тебя. Потому что у него есть способность провокатор, и он приключает внимание противника на себя, плюс у него есть повышенное количество защиты, то есть брони. Защита, брони, хотя какая к чёрту разница. Так, а здесь у нас, наверное, будет, пожалуй, монах, потому что у него есть способность прыжок, а это позволит нам перепрыгивать наших союзников, ведь иногда они будут, ну, скажем так, мешаться или как-то закрывать проходы, так что монах может их перепрыгивать и уже навязывать сражение кому-нибудь. Что ж, дополнительные лекарства. Атлет и сердце монстров мы выберем в качестве своих предметов. Атлет повысит нам ловкость на 12 единиц, а это может быть полезно для нашего пехотинца, либо для нашего монаха. А вот что касается здоровья, опять же, это может понадобиться каждому, ведь каждого из них будут бить, они ведь все бойцы ближнего боя, поэтому что ж тут говорить. Так, ну и, наверное, такая раскладка меня устраивает. Давай тогда начнём нашу кампанию. В мрачной тюрьме, называемой Санаториум, глубоко под землёй, далеко от света, безумный алхимик проводит эксперименты на невольниках. Здесь, в этой зловещей яме, начинается история Уртука. Многие годы Уртук был прикован к рабочему столу алхимика. Но в этот день удача повернулась к нему лицом. Сверепые удары, тяжёлая тюремная дверь содрогается в проёме. Это Элдрик, друг Уртука из мира выше. Элдрик кричит, я принёс оружие, берите скорее! Поспешите, их слишком много, нам не убить их всех. Но уже поздно. Стражи Санаториума уже призваны. Благодарю тебе за спасение, Элдрик, однако ты серьёзно ранен. Не беспокойся обо мне, давайте просто покинем это место. Нужно идти на восток. Вон туда, там мы будем в безопасности. Нужно только убить этих двух охранников. Так, ну что ж, давай попробуем... О, боже мой! Слушай, он да, он действительно ранен. У него где-то 5% жизни. Так что... Так, мы сейчас ходим монахом. Давай попробуем подойти к нему и, наверное, сделать ему перебрасывание. То есть мы его попробуем таким вот странным способом спасти. Подойдём уже к копейщикам. Так. Пожалуй, стоит, конечно, поменяться местами с нашим монахом. И уже подойдём сюда к копейщикам. То есть это у нас был пехотинец, кажется. А это у нас уже копейщик. Который выполняет скорее роль танка. Так, им как раз-таки мы можем опустить копья. Так, давай. Ждём, ждём! Вот так тебе, тварь! Давай, подходи ближе. Вот так тебе ещё раз. Так, ну, слушай, мы действительно почти с ним справились. Поэтому давай попробуем его добить уже. Получай. Так. И дальше мы ходим своим монахом. Хм. Ну, давай, наверное, попробуем... Нет, прыгнуть мы не можем. Так, придётся, пожалуй, встать куда-нибудь сюда. И сделать перебрасывание. Так, давай. Опа! Держи. Хотя надо было копейщика, но ладно. Можно сделать вот так вот. Отлично. И теперь мы можем сделать прыжок. Так, вот сюда. Чтобы уже никому не мешать. А то у нас такой тут трафик. Так, давай тогда подождём. А копейщик у нас попробует... Встать куда-нибудь вот сюда, на выход уже. Так, давай. Ты тогда вставай вот сюда. Отлично. Так, и... О, боже мой! Слушай, он похож немножко на почтальона Печкина какого-то. Только уже злого. Так что давай попробуем его забить. Вот так себе! Ну, что ж. Я даже не знаю, стоит ли ему помогать. Хотя, знаешь, он, мне кажется, и один справится. Давай тогда продолжим стоять на выходе. Так. Так. Отлично. Торопитесь, я задержу их! Однажды мы встретимся, друг мой! А зачем задерживать? А-а-а... Ну ладно. Окей. Так. Ах ты ж скотина! Ранил моего монаха! Надо было всё-таки помочь ему. Так, тогда давай попробуем подойти и... На тебе ещё раз! Так. Давай тогда вот сюда встанем. А мы сможем сделать вот так вот? Нет, не можем. Там, видишь, траектория не... Слишком прямая. Так. Ждать. Отлично. Ну и давай тогда уже его добьём. А, нет. Не может атаковать, так как цель на три уровня выше его. Так. И тут нельзя атаковать. Ну а монах как раз-таки может. Отлично. Что ж, вот такая вот у нас победа. Ваше путешествие начинается. Под именем Уртук вы были заключены глубоко под землёй в санаториуме. В течение многих лет продажные алхимики проводили омерзительные эксперименты с вашим телом. В результате вы перенесли ужасную мутацию. Теперь, наконец, вы сбежали из подземелья и должны предпринять опасное путешествие в поисках снадобья. Для излечения вашего недуга. Вы не знаете его точное местоположение. Поэтому нужно искать улики в деревнях после того, как вы их захватите. В этих бесподных землях вам придётся пробиваться через группы мусорщиков, разношёрстных бандитов и негодяев. Скрывающихся в засадах на неосторожных путешественников. Кроме того, помните, что лекарства, необходимые для лечения ранений, встречаются крайне редко. Некоторое количество можно купить на чёрном рынке. Что ж, и давай тогда осмотримся, что у нас тут есть. Отступающие солдаты. Группа солдат была отправлена для уничтожения мусорщиков. К востоку от вас. Однако, разведчики сообщают, что те не справились со своей задачей. И пытаются отступить. Сложность сражения легко. Здесь у нас нормально, а здесь легко. Убийца-чудович. Давай, наверное, отправимся сначала к солдатам. И посмотрим, с кем мы тогда там встретимся. Тяжелораненые солдаты защищают свои позиции от кучки мусорщиков. Судя по всему, долго они не протянут. Давай поможем им. Так, и вот у нас. Наши солдаты, это оказались, судя по всему, копейщики. И, кажется, это у нас один пехотинец. Ага, а вот и сами мусорщики. Давай тогда встанем как-нибудь поближе к ним. А это примерно где-то вот здесь. Значит, мы можем поставить поближе своего копейщика. И где-нибудь, где-нибудь, где-нибудь сюда мы поставим своего пехотинца. Хотя ему, конечно, бежать придется довольно далеко. Ну ладно. Так, и, пожалуй, сюда мы поставим монаха. Он у нас будет первый ходить, и ему придется, судя по всему, прыгать. Хотя, знаешь, я бы, наверное, прыгнул куда-нибудь, куда-нибудь вот на эту клетку, если, конечно, у нас получится. Поэтому давай, может быть, мы ему уступим. И попробуем уже сделать этот прыжок. Прыжок веры. Давай. Они жаждут нашей смерти! Пожалуйста, помогите! Я повредил ногу, но я постараюсь добраться до вас. Так, отлично. Да, они ранены. Так, давай тогда я попробую сделать прыжок. Как раз-таки мы приземлимся рядом с одним из копейщиков. Вот так вот. И теперь мы можем сделать перебрасывание. Непонятно, правда, зачем, но мы можем потратить очки действий. Так что давай попробуем. Оп! Отлично. Так, и теперь мы можем подойти своим пехотинцам. Так. Ну, можно было бы, конечно, поменяться местами вот с этим. Давай так и сделаем. Так, ну что ж. Ждать. Так, вот у нас копейщик уже один ходит. И к нам подходят арбалетчики. Так, значит, у них один берсерк. Судя по всему... О, боже мой! Блин, они... У него классная атака. Хотя она похожа на атаку копейщика, но все же. Так, мы тогда, получается, вот этим сходим вниз. Так, и теперь мы можем, судя по всему... А, только ждать им. Так, давай тогда попробуем подойти. Сблизиться, например, вот сюда подойти и начать уже атаку. Получай, скотина! Так, и теперь мы можем подойти своим пехотинцам. А мы можем сделать наскок? Да, можем сделать таран. Давай тогда, вот так тебе, скотина. О, думал, только ты можешь так делать. А вот нет. Так, а этот еще, оказывается, бьет в спину. Ах, вот гад. Давай тогда попробуем с ним расправиться. И смотри, судя по всему... Да, он выстрелил случайно по своему союзнику. Ну, бывает, бывает. Если бы у нас были лучники, у нас тоже, возможно, был такой сценарий. Но у нас нет лучников, поэтому мы... Пытаемся подойти максимально близко, чтобы вот так вот вдарить по этим уродам. Так. Что ж, это у нас арбалетчик. А, можно было бы как-нибудь к нему подбежать, но нет. Давай тогда быстренько попробуем добить вот этого гада. Ну, его, судя по всему, уже почти добили. Но, все же, давай поможем им. Получай. Так. И тогда у нас остается жрец. Мы, конечно, могли бы прыгнуть, но... Хм... Да, давай, наверное, попробуем прыгнуть. Опа! Отлично. Так, ну и теперь нам остается только ждать. Оп. Так, он выстрелил. Вот же скотина. Так, ну ладно, тогда мы подойдем поближе и попробуем вот так навязать ему ближний бой. Так, и у нас остался копейщик. Правда, копейщикам я, пожалуй, ничего не могу сделать. Поставим его где-нибудь тут. Отлично. Остался у нас монах. Давай тогда... Вот так тебе, заградим проход к отступлению и вот так вот ударим по голове. Так, и сзади еще добавим. Он уже не знает, что им делать. Ну, собственно говоря, это была довольно легкая победа. Так, и к нам присоединился еще один копейщик. И у него даже есть стальной протозан. Ага. Урон 81. И разбирание брони 175%. Что ж, наверное, это круто. Смотри, критическое ускорение. Утомляющий крит. Удар по артерии. Легкие ноги. Угу. Слушай, ну, если честно, я бы ни один из этих артефактов не стал брать. Потому что, ну, зачем мне вот это вот умение союзников несколько раз в зависимости от расстояния перемещения. Угу. Нет, слушай, я не вижу в этом смысла. Поэтому давай, пожалуй, оставим свои очки жизненной эссенции. Так. И теперь у нас 4 бойца. 2 копейщика. Угу. И один... Один, получается, монах. Можем его, конечно, отправить на какое-нибудь задание. Отправиться на разведку. Собирать какие-то там запасы. Тренировка. И можно его еще разобрать на кровь и плоть. Так. Ловкость. Можно увеличивать на 12 очков. Давай, наверное, так тогда и поступим. Вот у нас есть вот такой вот пехотинец. И можно ему как раз-таки поставить улучшение ловкости. Монаху можно было бы поставить последний бой за место его конфуза. То есть за место его навыка у него получается последний бой. Где он выживает при смертельном попадании. При этом у него восстанавливается здоровье. И он как-то атакует вблизи. При этом ворует здоровье. В общем, классный навык. И мы его как раз-таки себе поставим. Так. И можно себе еще поставить два копья. Вот у нас как раз-таки два стальных вот этих вот протазана. Подожди. Гарпун. Ааа. Так это... Это не тебе получается. Это какой-то протазан. А кому тогда я могу его поставить? Ааа. Своему пехотинцу. Ну, жалко только, что у меня один пехотинец. Ну, что ж. В любом случае, у нас есть еще одно сердце монстра. И мы его как раз-таки повесим на своего копейщика. Что ж. Когда мы все это сделали, мы можем отправиться... Вот. Убийца-чудовищ. Хорошо известный убийца-чудовищ. Ааа. Какой-то Хауэль-метатель. Спустился в мрачное подземелье, чтобы уничтожить обитающих там монстров. Его нет уже больше недели. И, возможно, он ранен или убит. Подземелье расположено к юго-востоку от вас. Что ж, давай тогда туда спустимся и посмотрим, что там будет. Исследуя это место, вы обнаруживаете подземный проход, ведущий к огромной пещере. Спускаясь глубже, вы наталкиваетесь на толпу чудовищ. Среди теней вы также замечаете раненого человека, лежащего на земле. Кажется, он не может ходить. Хотите ли вы прокрасться и спасти его? Да, давай тогда и сделаем. Так, и что? Давай, может быть, как-нибудь поставим своих бойцов? Я так понимаю, поближе нужно их выставить к нашему, судя по всему, новому союзнику. Давай вот этих ребят выставим куда-нибудь сюда. И так как у нас первый ходит сначала вот ты, А, потом получается монах и потом уже копейщики. Ну, в принципе, да, мне все устраивает. Давай тогда так и начнем. Третий у нас получается ты ходишь и четвертый ты. Эй, я тут, помогите мне выбраться отсюда. Моя нога серьезно повреждена, и я не могу идти. Пожалуйста, придите на помощь. Будьте аккуратны с этими монстрами. Они выглядят спящими, но если подойти близко, они начнут атаковать. Так, ну, что ж. Давай тогда, может быть, мы... Ёлки-палки, а ты еще, мать твою, что такое? Чудовищный мухолов, ослабляющий криты, ловки, рослы, легкое оружие, скала. Фига себе, какой он здоровый-то. Так, ну, ага, и тут еще какой-то краб. Чудовищный дикобраз. Отравитель. Недовитое облако. Ага. Так, и вот еще какая-то чудовищная черепаха и болотное чудовище. Короче, куча чудовищ, и я не знаю, что я тут... Я тут забыл, на самом деле. Так, ну ладно, давай тогда попробуем как-то его выручить. Я, правда, не совсем понимаю, как это сделать, потому что... Да, хорошо, здесь у нас шипы, мы можем поставить... Как-то приматить противника на эти шипы, но... Это чертовски, конечно, будет странно. Что ж, давай тогда оставим его где-нибудь тут. Так. Монаха мы поставим поближе. Хотя, знаешь, можно было бы его... Как-нибудь перекинуть к нам уже. Хм... Знаешь, мне кажется, это неплохой идеей. Давай так, наверное, и поступим. Спасибо, что полотали меня. Давайте убираться из этой ужасной пещеры. На северо-востоке есть тайный лаз. Немедлите, прошу вас. Так, ну... Слушай, я, конечно, не знаю, но мне кажется, нам все-таки надо двигаться как-то вверх. Давай, может быть, так тогда и поступим. То есть мы сейчас его перебросим, либо... Хм... Ну, наверное, все-таки перебросим. Хоп. Отлично. И тогда копейщики у нас уже... Начинают движение наверх. Так. Ждать. Внимание, опасная местность на пути. Передвижение персонажа на выбранную позицию... Угу, грязь. У персонажей, вступивших в эту клетку, скорость будет уменьшена на 25, а получаемый урон увеличен на 25%. Слушай, и тут везде эта грязь. Ну, как бы не то, чтобы везде, но... Придется как-то с этим мириться. Ладно. Что ж. Давай тогда тут, пожалуй, остановимся. Так, и вот у нас... А, наш... Убийца-чудовище. Так. Ммм... Наверное, можно было бы, конечно, поменяться с ним места, с ним местами. Ммм... Ну, если честно... Да, давай поменяемся. Так. То есть мы вот так вот делаем, и меняемся с ним местами. Отлично. Так. Ну все. Я, получается, сходил. Хотя можно было бы повысить тут участок земли, но я, если честно, не вижу в этом смысла. Так что... Давай закончим ход. Так. Отлично. Этот у нас поднимается выше. Давай, жди. Ты у нас тоже поднимаешься выше. Ну, ничего не поделаешь. Придется тебе пройти через грязь. Так. И ты у нас... А, загораживаешь. Загораживаешь всем путь. Что ж с тобой делать? Слушай, ну... Пускай, может быть, он тогда стоит где-нибудь тут. Либо-либо-либо-либо. Куда бы его можно было бы поставить? Слушай, да вот здесь, в принципе, он неплохо бы смотрелся. То есть, вот, стена копий. Пускай лучше ждет противника. Никогда не знаешь, когда эти гады будут к нам подбираться. И именно откуда они пойдут. Так. И что ж, мы могли бы с кем-то поменяться местами, но, если честно, я не вижу смысла. Поэтому, пожалуй, заканчиваем им ход. Так. Ты у нас... Давай поднимайся выше. Так. И, пожалуй... А, здесь можно было бы повысить территорию. Ну... Или тут. Но... Опять же, зачем? Ведь... Нам нужно вместе всем отступать вверх. Так что... Давай лучше подождем. Так. Ты у нас тогда... Давай поднимайся. Ах ты ж черт! Смотри! А, то есть тут у нас шипы. И кому-то придется по шипам, видимо, идти. Да, я об этом не подумал. Ну ладно. Давай тогда у нас... Наш монах поднимется повыше. Так. И, пожалуй... Что же с тобой делать? Ну, давай он поменяется местами, наверное, с ним. Не знаю, правда, зачем, но... В принципе, пускай. Так. И тебе придется встать куда-то... Видимо, вот сюда. Либо вот сюда. Давай уже вот сюда он встанет. И здесь мы, наверное, понизим участок земли. Можем это сделать? Нет. Можем только тут понизить его или повысить. Так что... Давай подождем. И попробуем... Так. Вот тут, пожалуй, закрыть проход. Отлично. Ожидай. Ты у нас тогда поднимайся выше. Так, ждать. Этот у нас... А, поднимается наверх. Отлично. Так, ждать. И ты у нас поднимаешься выше, наконец-таки. Так, можно было бы поменяться с ним местами. И знаешь, мне кажется, это неплохая идея. Оп. Отлично. Так, и пожалуй, 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 здесь можно было бы закончить ход. Но нет. Давай, наверное, повысим вот тут участок земли. Чтобы было удобней проходить по нему. Так. Копейщик. Что же нам тут делать с тобой? Ну, пускай он, наверное, вот сюда встанет. Я не думаю, что на нас кто-то пойдет, но все же. Так. Монах. Тоже. Поднимайся. Ты давай тоже подходи. Так. И у нас сейчас ходит наш пехотинец. Что же с тобой делать-то? Ладно, пускай стоит на месте. Так. Этот пускай у нас сюда идет. И, конечно, можно было бы... Опасная местность. Шипы. Любой персонаж, вставший на эту клетку, получает урон, равный 15% максимальной жизни. Нет, я не готов на такой обмен. Поэтому давай, пожалуй, оставим его здесь. Ты у нас тогда... Давай, наверное, прыгай. Куда-нибудь вот сюда. Опа! Отлично. Блин, нравится мне монах. Довольно универсальный такой боец. Так. Ты у нас, получается, можешь встать куда-нибудь вот сюда. Ты тогда поднимайся вот сюда. Отлично. Так. И этот у нас уже почти подошел к выходу. Супер. Так. Смотри. Монах рядом будет у него стоять. Так. Пускай он лучше с этой стороны все-таки идет. И не будет получать урона. Так. Ты у нас подходи к этим. Так. Этот обходит. И вот мы почти у выхода. Что ж. Можно было бы поднять участок. Оп. Отлично. Так. И, конечно же, монах наш. Куда он денется? Пускай он тогда встанет вот тут. Чтобы, если уж начали нас атаковать, то хоть кто-то будет защищать нашего. Нашего бойца. Так. Ожидай. Ты подходи поближе. Так. И монстры. Кажется, нас заметили. Давай, наверное, встанем вот куда-нибудь сюда. И, пожалуй, да. Придется встать на ожидание. Либо... Слушай, я даже не знаю, что делать, потому что... Можно было бы повысить участок. Вот этот вот. И мне кажется, это неплохой идеей. Давай, наверное, так и сделаем. Так. И встанем, пожалуй, куда-нибудь вот сюда. Отлично. Так. А, монах. Монах, монах, монах. Давай, наверное, ты будешь подходить куда-нибудь... Куда-нибудь, куда-нибудь. Вот сюда. Кажется, неплохое место. Так. Ну и, конечно же, наши копейщики. Они будут медленно отступать, но... У них есть возможность отбиваться от этих монстров. Жутких. Так что... Я бы за них не волновался. Так. Ты у нас тогда. Жди на месте. Так. Слушай, мне кажется, да, нас заметили. Отражение! Ты ж... Это еще что? А, он отразил снаряд. Это у него навык такой. Так, отлично. Давай тогда мы... Попробуем... Ммм... Я даже не знаю, что предпринять. Но, в принципе, нам нужно идти на выход. Поэтому... Давай встанем тут. В копья. И будем ждать другого копейщика. Что нам еще остается? Так. И вот эта гадина подходит мерзкая. Ну, слушай. Да, давай, наверное, встанем вот сюда. Попробуем кинуть... Своё копье. Получай, скотина! 87. Слушай, ну неплохой урон. Дерьмо! Они засекли нас! Держите меня подальше! Так. Попробуем. Слушай, ну... Я даже не знаю. Можно было бы прыгнуть к одной из этих тварей. И начать ее бить. И, в принципе, знаешь, мне кажется, это неплохая идея. Давай, наверное, так и поступим. То есть мы... Наверное, вот сюда попробуем прыгнуть. Хм... Либо сверху как-то накидывать. Нет, наверное, все-таки... Попробуем... Вот сюда. Так. Получай, тварина! Отравлен. Так. И теперь можно сделать таран. Получай. Вот. Да, этот навык мне безумно нравится. Ааа... Так. А что мы можем тут сделать? Ну, вообще, нам остается только вставать в копья и ждать, пока эта гадина подойдет к нам. Либо она пойдет влево как-то. Ну, посмотрим. Так. Пока что все очень даже хорошо у нас. Так. Стенокопий. Так, подожди. А что тебе не нравится? Тебе не хватает очков действия? Ааа... Ааа... Смотри. Ааа... Он уже находится. Все, понятно. Так. Ну, давай тогда спустимся вниз. Что нам еще остается? Да, только вниз спускаться. К тем ребятам. Ааа... Либо можно было бы как-то... Остаться на верхних позициях и уже отбиваться от этой твари. Давай попробуем, наверное, тут остаться. Посмотрим, что она будет делать. И от этого уже будем отталкиваться как-то. Так. Этот пошел куда-то вправо. Ах ты, скотина! Подожди. Он убил моего главного героя. Это вообще нормально? Я не знал, что у него есть такой навык. Эй. Это не честно. Так, ладно. Давай попробуем кинуть тогда копье. Так, минус один. Ааа, и у нас остался монах, которого мы могли бы перекинуть к вот этой твари и ударить по ней как следует за нашего погибшего собрата. Так, подожди-ка. Провокация. Отлично. Ммм, давай ее окружим тогда полностью. Получай, скотина. Блин, если бы я знал, что он окажется таким опасным, я бы что-то предпринял. Давай, добивай его уже. Так, отлично. И у нас остался один монстр. Правда, судя по всему, после этого у нас уже будет конец игры. Ну, проверим. Так, смотри, прыжок. Ааа, да, давай тогда прыжок сделаем. И попробуем. Эх ты! Я думал, он первый будет атаковать, но нет. Слушай, а неплохо он так его атакует. Ммм, да, придется что-то тогда сделать. Держи сзади. Так, и провокация. Спровоцирован. Ааа, атаковать отсюда я могу. По идее, должен нормально как-то в него попасть. Ну, проверим. Так. И еще один удар. Отлично. Так, тут подходит к нам вот этот вот гриб ходячий. Но, черт подери, чем же тебя монахма не угодил? Ах ты, ладно. Получай. Так, и еще один сейчас добавят сверху. Слушай, ну, почти с ним разобрались. Давай тогда его добьем. Вот, другое дело. Так, и у нас... Ааа, что у нас тут? Остался один вот этот вот... Ааа, противник. Так, 369 здоровья у него. Ну, не сказать, что прям много, но все же я бы подержал дистанцию с ним. И не стал бы атаковать первый. Так. Отлично. Он подошел к копейщику, поэтому... Что ж. Это не самое мудрое решение с его стороны было. Ну, все же. Давай тогда сделаем провокацию. Так, регенерация жизни у него. И какие-то кожные рефлексы. Так, еще там куча кислоты разной. Но, я думаю, сейчас мы с ним как-то разберемся. Давай, кидай уже копье. Так, отлично. 94. И еще один бросок. Слушай, а мне он нравится. Действительно хорошо сражается. Так, ну что. Давай тогда уже добьем монахом его. Получай, сзади. Ну, все же. Ну и слушай, это, судя по всему, все уже. Да, победа. Отлично. Надеюсь, вы помогли раненому искателю приключений выбраться на поверхность. Будучи преисполненным благодарностью за спасение своей жизни, он согласился присоединиться к вам. Так, а что с уртуком? Ослабляющая критерия. Рослый. Так, персонаж невосприимчив к подтягиванию, захвату, подъему, толчанию. Ну, уязвим для тарана. То есть, уязвим у него больше урона, когда к нему делают таран. Или что? Кислота. При обычном попадании наносит кислоту на всю броню цели. Защита всех элементов брони уменьшается на 35% в начале хода цели. Слушай, а неплохо. Можно было бы на копейщика своего поставить подобное улучшение. И так как он чаще всего у нас в передних рядах, можно было бы неплохо так сражаться со всеми этими тварями. Но я, пожалуй, возьму себе... Хм... Что бы взять? Мне вообще нравится навык Рослый, потому что то, что сейчас у нас было, мне как-то не особо привлекло. А, либо можно было бы взять еще больше Ловкости. 6 очков Ловкости, это тоже неплохо. Ну, давай, наверное, все-таки мы возьмем себе Рослый. Отлично. Хотя можно было бы и Ловкости взять. Так, Монаху поставить больше... Хм... Нет, нет, нет. Я думаю, нам и так хватит. На все про все. Слушай, ну да, у нас Боец ранен, и мы можем потратить одно лекарство, которое мы взяли в начале игры, чтобы его как раз-таки вылечить. Так. Так, уровень мутагена 4. Нет штрафа к очкам здоровья. Ага. Смотри. То есть, особенность вот этих мутагенов в начале игры, что они у нас не отнимали здоровья. То есть, смотри, что вот этот вот получается, что этот, они не имеют штрафа. Когда как вот этот вот... А, Рослый, он как раз-таки-то и имеет. С другой стороны, сколько у тебя здоровья? 540. Но зато много брони. Хм... Ну, я даже не знаю. Тут есть стальной молот, который, судя по всему, мы ни на кого не можем одеть. Так что, давай сейчас определимся, куда мы пойдем. Здесь ничего интересного. Здесь ничего интересного. Так, ну... Сельчане и вампиры. Где-то к востоку от вас кучка деревенских жителей подвергается нападению со стороны вампиров. Либо можно было бы попробовать... А, вот эту деревню. Размер группы 6. Угу. Ну, слушай, я даже и не знаю, куда нам отправиться. Но, в принципе, в принципе, давай, наверное, сюда ступим сначала. Путешествуя, вы не раз слышали разговоры о секретном входе в огромную болотную пещеру, расположенную в одной из деревень. Мы не должны упускать из виду поиски этой деревни, потому что, как снаби, да бея, который нужно уртуку в этой зоне, скорее всего, мы не найдем. Угу. Так, ну давай тогда, может быть, пойдем на вампиров. Хотя, нам придется тогда все это обходить. Хм. Ну, давай попробуем посмотреть, что там за вампиры такие у нас. Что ж, на этом, пожалуй, мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте оставлять комментарии. Не забывайте, что именно от вас зависит, будут ли выходить подобные ролики чаще. Лично мне игра понравилась, и предполагаю, что у нас будет вторая, а, возможно, еще и третья серия по ней. Ну, а как вам? Пишите в комментариях. А на этом, пожалуй, все. Пока-пока, и до скорого. Берегите себя и своих близких.